Привет, ребята! Сегодня у нас урок Autodesk Elementor по созданию червячной передачи. Это очень полезный и нужный механизм, о котором вы можете прочитать в той же Википедии. Вот, к примеру, готовая червячная передача. Состоит из двух элементов. Сам червяк, на котором нарезан зуб по спирали. И, конечно, зубчатое колесо, которое сопрягается с нашим червяком. И в итоге получается червячный редуктор. Когда вращается наш червячный вал, он передает вращательное движение на червячное колесо. В повседневной жизни червячную передачу можете встретить в виде обычного редуктора, моторедуктора. На Алиэкспрессе заказал себе подобный редуктор. Очень хорошо, что продавец сделал замеры и указал их на сайте. Хотя ко мне уже этот механизм приехал и я его перемерил. Все размеры полностью соответствуют. Дело в том, что я хочу с помощью такого механизма создать директ экструдер на базе червячной передачи. Моторчик, кстати, я тоже прикупил. Это один из самых легких, ультралегких моторов, весом всего лишь 50 грамм. От всем известной компании Stepair Online. За счет высокой мощности и передаточного отношения 1 к 20 мы получим очень хорошую точную подачу пластика. По крайней мере, я на это надеюсь. Сразу хочу отметить, что данная конструкция не новая. И на Сингиверсе уже есть подобные варианты. Но, правда, сделаны из пластиковых элементов. Здесь у нас присутствует огромная сила трения между зубцами. И поэтому использование пластиковых элементов не совсем верное решение. Поэтому для наших задач лучше, конечно, использовать вот такой вот металлический комплект, который был куплен на Алиэкспресс. Но теперь, конечно же, у вас возник вопрос, как же я так точно смоделировал данную передачу в Autodesk Inventor. На самом-то деле, все очень просто. Заходим в сборку и создаем ее. После переходим в проектирование. Выбираем из списка червячной передачи. При этом нужно сохранить сборку, например, на рабочий стол. Перед вами откроется мастер проектирования, где будут указаны разные параметры, по которым давайте пройдемся отдельно. Требуем передаточное отношение. Здесь оно проставляется автоматически. Но к нему мы еще вернемся. Модуль у нас составляет 0,5. Так и прописываем 0,5. Об этом указал нам продавец на Алиэкспресс. Также он указал, что передаточное отношение у нас идет 1 к 20. Я замерил количество зубцов. Здесь на цилиндрической шестеренке их 20. Значит внизу, где червячная передача, давайте также поставим 20 зубьев. Нажмем рассчитать. И вот обратите внимание, требуемое передаточное отношение у нас автоматически пересчиталось. Просчитывается оно по обычной формуле. Z2 деленный на Z1. Z2 это у нас количество зубьев 20. Z1 это количество витков. В нашем случае это один виток. У нас однозаходной винт. 1 к 20 передаточное отношение. Модуль мы указали. Компонент здесь выбрали. Длину червяка можно поставить 14 миллиметров. Это длина самой нарезанной резьбы. Дальше идет два важных параметра, которые нам придется рассчитать. Средний диаметр и коэффициент диаметра. Для наглядности и понимания можем зайти в просмотр. И здесь появляется диалоговое окно, в котором видно все параметры каждого зубчатого элемента. Например, червяка или червячного колеса. Давайте посмотрим на срез нашего червяка с правой стороны. Здесь у нас есть три диаметра. ДФ это диаметр впадин нашего зубца. Вот здесь вот. ДА это вершина нашего зубца. И Д это средний делительный диаметр. К сожалению, делительного диаметра мы не знаем сейчас. Его нужно рассчитать. Для этого используем следующую формулу. Диаметр вершин равен Д1 плюс 2М. Это делительный диаметр плюс 2 умноженное на модуль. Согласно формулы делительный диаметр равен диаметр вершин отнять 2 умножить на модуль. Диаметр вершин у нас указан 10 миллиметров. Модуль у нас 0,5. То есть средний диаметр у нас будет 9 миллиметров. Но посмотрите сюда. Этот параметр автоматически проставляется, исходя из коэффициента диаметра. То есть нам нужно рассчитать именно этот коэффициент диаметра. И вот как раз нам средний диаметр 9 миллиметров и понадобится. Д1 мы уже с вами определили. Это 9 миллиметров. Модуль 0,5. 9 разделить на 0,5 получится 18. Если мы здесь прописываем видите 18, то автоматически у нас поставляется средний диаметр 9 миллиметров. То есть теперь наши значения полностью верны. Дальше переходим выше. Угол профиля у нас стандарт 20. Угол наклона зуба просчитывается автоматически. Нажимаем рассчитать. Но предварительно можем например указать ширину грани. Это ширина нашего зубчатого колеса. Коэффициент смещения мы не используем. Нажимаем ok. И вот пожалуйста друзья мы создали с вами червячную передачу. Она полностью соответствует нашим параметрам. Как видите ребята ничего сложного в создании червячной передачи нет. А вот ребята для терпеливых кто досмотрел до конца небольшой спойлер. Это следующий обзор нашего нового директ экструдера, который я спроектировал на базе червячной передачи. О нем я расскажу более подробно уже в следующем видео. Но сразу хочу отметить, что вес такого директ экструдера не должно превысить и 100 грамм. Ну по крайней мере я на это надеюсь. Сейчас я начну тестирование, печать и посмотрим что в итоге из этого получится. Жду ваших комментариев под видео, возможно критику или замечания. А с вами был Макс. Надеюсь этот урок вам понравился. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова